Царство Божье Грань видимой этой земли И переступил на территорию Легально переступил Потому что Иисус дверь Иисус единственная дверь на небеса И когда Он зовет Ты переступаешь и идешь Как Петр Иисус повели мне идти Иисус говорит иди И ты переступаешь и ты идешь И Петр Был на грани На грани видимого в этой лодке Переступить к грань видимого Шагнуть в какую-то грань Невидимого Но довериться полностью Довериться Знаете, когда-то я пришел Я пришел в спортзал Мой вес был 65 килограмм На меня смотрели Ну это как сейчас Я похудал очень сильно 20 лет прошло На меня смотрели эти качки Я думаю, что это пацан тут делает Три раза пройдет На четвертый его не хватит Вы знаете, а до этого я занимался единоборствами Ну и что, что я худой Зато я 10 раз спокойно на турнике Я выход на две делаю Не касаясь груди Даже без отдышки Учитель вызывает 10 раз подтянуться Я спрашиваю А как вам подтянуться? До горла или до пояса? Как можешь? Я до пояса ему 10 раз подтягиваюсь Я прихожу в зал Такое И все посмотрели А, очередной Пришел Ушел Ушел Знаете, ну что-то внутри меня было Переступать грани Переступать Определенно прилагать усилия Когда ты что-то делаешь И тебе тяжело И не останавливаться Знаете, это вошло в меня В одном зале И когда я пришел В другой зал Ну и что, что там профиль другой Принцип один и тот же Если время, когда ты что-то делаешь И тебе легко Потом наступает момент Когда ты делаешь И тебе сложно Перед тобой нужны Перед тобой стена И ее надо сдвинуть И знаете, как рождаются чемпионы? Это тогда, когда ты подходишь К невозможному И не останавливаешься Ты делаешь еще один раз Ты подтягиваешься еще один раз Ты приседаешь еще один раз И ты на один раз На второй раз Ты переступаешь Грани невозможного Организм, мозги Говорят, это невозможно Ну что-то внутри тебя Кричит Еще Еще И ты переступаешь Знаешь, где ты переступил? В мозгах своих Твое тело ограничено Твое тело ограничено Но твой дух Нельзя ограничить Ты духовный человек Аминь Три человека Наверное, в этом саде поняли Ты духовный человек Тебя нельзя ограничить Аминь Потому что Бог есть дух Его нельзя ограничить И ты есть дух Который находится в теле Поэтому Когда твое тело Твои мозги Говорят Ты можешь только Восемь раз Подтянуться И все И ты всегда Восемь раз Подтягиваешься И все Но когда ты Делаешь Еще И еще Ты переступаешь Грани нереального Для тебя И потом Это становится реальным Ты начинаешь жить в этом И потом Спокойно Можно спросить А как вам Подтянуться Для норматива По горло Или по пояс Потому что Когда-то Что-то делалось Когда-то Павел Прилагал усилия Серьезные усилия Поэтому он пишет Бегущие На ресталище Бегут все Но один Получит Что-то В свои руки Один Получит Весь В свои руки А все остальные Знаете что? Водыку Полна Те кто не знают русского Водыку Большую благодарность Спасибо за участие Спасибо за участие Спасибо за участие Но только Чемпионы Получают Видимое Материальное В руки И вешают на стену И носят на груди Медаль Это то Что их отличило От остальных Павел понял Этот принцип Павел писал О нем Библии Поэтому я тебе Сегодня говорю Это есть Библия А раз это есть Библия Выдяни из этого Духовный закон Выдали Какая разница Тогда бежали На дристалища Какая разница Что делать Бегать на время Прыгать на расстояние Подтягиваться По количеству Какая разница В духовном Действует То же самое То же самое Духовные Границы Духовные Препятствия Духовные Достижения Все то же самое Ты можешь Достичь Ты можешь Взять Ты можешь Войти В эту дверь Которую Иисус Говорит Входи И ты увидишь Великое И недоступное Ты увидишь То Чему даже Не знал Ты увидишь То Что не видел Глаз Ты увидишь То Что не слышал Ухо Потому что Глаз твой Ограничен Некоторые Очки Носят Улучшить А некоторые Могут Увидеть На расстоянии Одного Километра О смотри Что-то там Происходит А некоторые Не могут Здесь Ограничения Есть ограничения По слуху Потому что Это тело Есть ограничения По телу Но в духе Нет ограничений В духе Нет ограничений Где грань Твоего Духа Где грань Тех возможностей Которые Бог тебе Говорит Где грань Где граница Где то Где ты Переступаешь С болью Ты не минуешь боль Ты не обойдешь Кто-то в школе Бегает круги Вокруг стадиона Кто-то За кустами Прячется И считает Круги У всех Были такие В классе Кто-то Срезает Углы А кто-то Бежит Полное количество И догадайся Потом Если их поставить В один В одну жеренку Кто из них Победит Конечно Тот Кто прилагал Усилия Тот У кого В богу Колола Но он Бежал Тот У кого Отвижка была Но он не останавливался Поэтому я Хочу Все делать На грани И сверх того Я говорю На грани Иногда я проповедую У меня в богу Коли Мне не хватает Кислорода Не хватает воздуха Это моя грань Я хочу Пойти в зал Я хочу Больше потренироваться Чтобы больше Вам выдавать Потому что Я ограничен Ограничен Моими устами Ограничен Моими легкими Понимаете Но это ограничение Преодолимо Потом спустя Какое-то время Год занятий Год усиленных Тренировок Я набираю 65 килограмм Вес 80 За полтора года Систематических Тренировок Питания Тренировок Питания Борьба Питания Тренировка Я Я жил этим Без жировых Прослоек Мышечная Масса 15 килограмм Плюс Понимаете И уже кто-то Заходил В зал Ого А как это у тебя На турник Повисел Со спины Смотрят Слушай Слушай Повиси Реально Повиси И подводят Там этих Ну Кто только пришел Это вот такая Мышля Это вот такая Это вот такая Реально Человек говорит По тебе Анатомию Можно изучать Потому что Ну жира нет Ну где Во мне Жир Ну плюс 15 килограмм Мышечной Массы И все Видно Это как Пример Я не хвастаюсь Это пример Того Что делает Знаете Когда ты Перешагиваешь Эти грани Возможностей Возможностей Человека И ты начинаешь Входить В что-то другое Знаете И это Есть Ограничение Каждый В чем-то Ограничен Но если Мы говорим По Духовной Практике Библия Употребляет Такое выражение Как Мера веры Римлянам 13 глава Пророчествую Пророчествую По мере веры Делай что-то Делай По мере веры То есть Это есть Определенная Мера Она в чем-то Измеряется Нет Этой Меры Ты не делаешь Много Этой Меры Ты можешь Много Иисус Употреблял Такое Выражение Мало Веры Мало Веры Это два слова В одном Знаете Он говорит Если же Траву Полевую Которая Сегодня Есть А завтра Будет брошена В печь Бог Так Одевает Коль Пачевас Мало Веры Он говорит О том Что есть Мало Веры Очень Очень Маленькая Вера Которая В тебе Не дает Возможности Что-то Получить Потому что Когда в тебе Мало Ты начинаешь Заботиться О материальном Иисус Приводит Этот пример Он говорит Вот это Вот это Делают Язычники Они Ищут Этого Знаете Почему Они ищут Этого А у них Бога Нет Бога Живого Нет У них Свои Боги Камушку Там Поклоняются Солнышку Там Кланяются И у них Свой Бог Но Относительно Живого Бога У них Нет Веры У Учеников Была Вера Их Ни Верующих В неверующих Нельзя назвать Было бы Обидно Ходишь За Иисусом Он поворачивается И говорит Неверующие Ответить Ответ Нет Он Называет Их Нормально Очень Мягко Мало Веры Но Это Ограничение Потому Что Много Веры Дает Тебе Уверенность Дает Тебе Дверь Открытую На небе На небе Дверь Открыта И Отец Небесный Он Говорит Тем более Отец На небе Он Даст Тем более Позаботится Тем более Снарядит Тем более Обеспечит Если Он О какой-то Травке Муравке Печется О какой-то Воровушке Печется Заботится То Тем более О Вас Но У вас Мало Веры Иисус Расширяет Веру Иисус Растягивает Вот эти Границы Духовные Они Ходили На грани Своих Духовных Возможностей Иисус Говорит Дайте Им Есть Голодным Пять тысяч Мужчин Не считая Женщин И детей Мужчин Иисус Говорит Дайте Им Есть Что же Нам Дать Рыбка Хлеб Мне Хватит Тому 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 На Андрея Закончится Апостоли И все Кому Дать Нет Магазинов Нет Тут Ничего В пустыне Они Последовали И они Проголодались Иисус Что-то Делает Иисус Я Вран Я Верю Что У Иисуса Эта Кра Веры Она Была Очень Сильно Прокачана Очень Сильно Натренирована Натренирована Доверием Отцу Натренирована Потому что Он Доверял Полностью И знаете Что он Сделал Он Берет Хлеб И он Берет Рыбку И не так Как мы Бог Благослови Эту Пищу Нет Он Берет Поднимает Отец Я Благодарю Тебя И все И чудеса Пошли Хлеб Начал Умножаться Знаете Почему Потому что Это уже Не его Проблема Потому что Когда есть У тебя Доверие Ты такой Бог Я Благодарю Тебя И все Не разворачивайся И дел И знаете Что Я занимаюсь Своим делом И Бог Такой Уху Вот это Вера Знаете Как Иисус Он Очень часто Шокирован Был Верой Людей И помните Очень много У меня не было Времени Я утром Сочинял Проповедь Мне Бог Дает Я высвобождаю Иногда Очень много Мест Просто Ну Не выписываю Знаете Очень много Людей Подходит К нему И говорят Сделай Вот это Вот это Он смотрит Реально Весь в проказе Реально Глаза Смотрят На одно Но Дух Идет Другое Знаете Что Иисус Всем этим Людям Говорит Кто Был Освобожден Кто Был Силен Вера твоя Спасла тебя Знаете Почему Потому что Человек Который В проказе Он реально Не мог подойти Никому Ни с кем Заговорить Это все Это все Там у него Своя территория За городом Он не имел Права Но если он Подходил Значит В нем Что-то Говорило Я Перешагну Я Сделаю Я Дотронусь Сказала Женщина И Дотронулась До края Одежды Материя Исцеляет Не Исцеляет Вера Исцелила Аминь Вера твоя Спасла тебя Вера Спасает Вера Исцеляет Вера Выводит Из невозможного В возможное Из несуществующего Создает Существующее Потому что На небе Оно уже Существует На небе Оно Есть Просто Разные Знаете Как Источники То что От земли То что От земли То имеет Свой Источник То что С неба Он имеет Свой Источник Есть точка Знаете Можно сказать Точка Отчета Откуда Оно Произошло Оттуда Оно Будет Нести Свои Плоды Как Дух Рождает Дух Так Плоть Рождает Плоть То есть Духовное Приносит Духовные Законы Духовные Взгляды Духовные Веру Приносит Веру Кому Такую Как Как там Написано Кремля Кому Каждому Уделил Бог То есть Приходит С неба Воспользуйся Этим Или не Воспользуйся Твоя Ответственность Твоя Ответственность Приходит С неба Знаете И последствия Другие То что Приходит От земли То что Приходит Из видимого Оно Говорит Это Нереально Эта Земля Говорит Нереально Прокаженному Очиститься Эта Земля Говорит Море Не Разделяется Эта Земля Эта Атмосфера Говорит Из Скалы Вода По приказу Не Потечет Эта Земля Говорит По воде Нельзя Хотеть Эта Эта Говорит Идти Идти Выйдя Из Лодки Петр Пошел По воде Чтобы Подойти К Иисусу Он Хотел Подойти К Иисусу Но Видя Сильный Ветер Испугался И Начал Утопать Закричал Господи Спаси Меня Иисус Тотчас Простер Ему Руку Поддержал Его И Говорит Ему Маловерный Зачем Ты Усомнился Он Опять Называет Маловерный В тебе Была Маловеры Веры В тебе Хватило Знаешь На сколько Пять метров Не дойти До Меня Хотя Выходя Из Лодки Ты Думал Дойти Но Я не думал Я не считаю Что Петр Такой Лишь бы пройти Половину Мне достаточно Нет Он хотел Подойти Он хотел Приблизиться Это расстояние Которое он должен Преодолеть Знаете За счет чего? Не за счет Плотности воды Она не такая Как ты ходишь По асфальту Не за счет Этого Он должен был Пройти Все Шаги Веры Но Ему Не хватило Пять метров Ему Было Мало Веры Если бы У него Была Вера Он бы Назвал Верующим Ты Дошел До Меня Иди Назад Пусть Вера Твоя Умножается Пусть Вера Твоя Умножится Ученики Где-то Спросили Господи Помоги Нашему Неверию Знаете Почему? Потому что Делать То же самое Что Иисус Делал Очень сложно Без веры Очень сложно Увидеть И повторить Это все Физически Нереально Нереально Но с верой Праведной Верой Уже Будет Да И все Возможно Верующему То есть Тебе Можно Эти шаги Делать Потому что Иисус Говорит Иди Потому что Иисус Говорит Делай Ты это Делаешь Но в тебе Должно Быть Достаточно Веры Чтобы Дойти До Конца Поэтому Иисус Говорит Зачем Ты Усомнился Сомнился Сомнения Претятствуют Вере Сомнения Стопор Веры Когда Петр Шел Классно Знаете Самый классный Шаг Это был Первый Первый Самый Трудный Он Первый шаг Сделал Он почувствовал Что его Вода Держит Дальше Он начал Идти Он не упал После первого Шага Здесь Вера Его Утвердилась Потому что Не Шагнув Она Не утверждена У каждого Есть Мера Веры Которую Бог Дает Нам Понимаете Меня Чуть Чуть Для Первого Шага Но Сделав Первый Шаг Ты Утверждаешь Если Ты Не Сделаешь Ты Будешь Ходить И Думать А Будет Не Будет А Получится Не Получится Вот Я Помолюсь А Исселиться Не Исселиться А Вот Я Вот Это Сделаю А Получится Будет Не Будет Понимаешь Ты Не Утвержден Но Когда Ты Делаешь Этот Первый Шаг Ты Идешь По Вере И Тебя Держит Твоя Вера Но Когда Происходит Внешнее Обстоятельство Они Отвлекают Отвлекают От Веры Понимаешь И Твое Направление Оно Вроде Правильное Но Оно Заканчивается Там Где Начинается Сомнение Сомнение Пришло Вытеснило Веру А на сомнение Ты не можешь Идти Повыти Ты Не можешь Ничего Делать По Сомнению Сомневающийся Подобен Морской Волне То Накатилось То Укатилось То есть То нет Это Ты знаешь Да А может Быть Ана 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 Будет Пусть будет Да Да Нет Нет Да Я Иду До Конца Может Быть Пройду Дайте Мне Спасательный Круг Может Быть Я Усомнюсь Сомнения Препятствуют Вере И Тогда Обстоятельства Говорят Своё Волны Начинают Топить Интересный Момент То Что Вера Она Необходима Нам Здесь На Земле Когда Ты Умрёшь Тебе Вера Не Нужна Будет На Небе Всё И Так Понятно Все Духовные Принципы Движутся Как Бог Хочет Как Бог Сказал Здесь На Земле Есть Препятствия Поэтому Праведной Верой Жив Будет Твоя Жизнь Она Зависит От Той Веры Которая В тебе Жизнь На Земле Напрямую Зависит От Веры Потому Что Жизнь Здесь На Земле Она Определяется Верой Смотрите Одна Ситуация Которая Была Иисус Её Рассказал Ученикам Как Пример Луки 18 Глава С 1 Стиха Иисус Рассказал Им Притчу Чтобы Они Знали Зачем Притчи Рассказывают Чтобы Знали Чтобы Поняли Чтобы Нашло Чтобы Потом Не Спрашивали Вишние Вопросы А почему Я Утону А почему Только Пять метров Прошел А почему Поэтому Иисус Говорит Им Притчами Разжевывает На пальцах Чтобы Они Знали Чтобы Они Запомнили И Он Говорит Чтобы Они Знали Что Надо Всегда Молиться И Никогда Не Отчаиваться Молиться Сколько Нужно Отчаиваться Хороший Урок Чтобы Вы Знали Вот Так Иисус Преподает Уроки Ученикам Понимаете Молиться Всегда Отчаиваться Никогда Дальше Был в одном Городе Судья Он Ни Бога Не Боялся Ни Людей Не Стыдился Сам Сидел На Уме Царек Который Не Не Боялся Людей Даже Если Кто-то Там Позвонит От Дяди Такого Скажет Нужно Вот Это Сделать Никого Не Интересует Он Делал То Что Он Делал И Была В том Городе Вдова Которая Все Время Ходила К Ему И Говорила Помоги Мне Добиться Правды Разреши Мою Утяжку Что Она Не Могла Подойти Кому-то И Попросить Нет Не Могла Потому Что Это Был Тот Судья Которого Нигде Было Подкупить Который На Бога Не Обращал Внимания Она Хотила Постоянно Хотила Но Он Долго Не Соглашался Потом Сказал Себе Хороший Разговор Сам С собой Сказал Себе Хотя Я Бога Не Боюсь Людей Не Стыжусь Но Эта Вдова Такая Назойливая Достала Решу Ее Дело Чтобы Она Больше Не Ходила Не Изводила Меня Вы Слышали Что Говорит Этот Бесчестный Судья Спросил Господь Понимаете Эта Женщина Не Сделала Просто Один Раз Подтягивание На Турнике Эта Женщина Не Просто Отжалась Один Раз И Все Но Не Выходит Не Ну Не Получается Она Ходила Постоянно Были Были Пути Добраться До Этого Судьи Она Наверное Воспользовалась Но Она Ходила 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 Она Пробивала 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 И Что Иисус Говорит Не Уже ли Бог Не Защитит Своих Избранников Взывающих Нему Денно И Нож Чтобы Станет Господь Нет Разве Станет Он Медлить Говорю Вам Суд Его Будет Правом И Скорым Но Найдет Ли Сын Человеческий Когда Вернется Такую Веру На Земле Он Говорит Про Землю А не Про Небо Такая Вера Нужна Здесь На Земле Такая Вера Нужна Мне Такая Вера Нужна Каждому Из Вас Потому Что Без Такой Веры Ты Не Пройдешь Ты Не Пробьешься Ты Будешь Доходить До Определенной Грани И Остановишься Но Защитить Защитить Обеспечить Но Тебе Нужна Вера Чтобы Подойти Тебе Нужна Вера Каждый Приходящий К Богу Должен Веровать Что Он Есть И Ищущим Него Он Восстает Он Дает Благодать Он Дает Ответ На Молитву Он Дает То Что Тебе Необходимо Сейчас Это Бог Дает Но Без Веры Уходить Богу Невозможно Невозможно Ничего На этой Земле Без Веры Невозможно Все Что Не Поверит Грех Все Что Не Поверит Грех Верующий Ты Вера Это Доверие Полное Полное Тотальное Ты Себя Посвящаешь Иисус Ты Веришь Иисус Говорит Иди Ты Идешь Иисус Говорит Говорит Ты Говоришь Иисус Говорит Молись Ты Молишься Иисус Говорит Возложи Руки Ты Возлагаешь Это Вера Которая Приходит От Бога Мера Веры Какую Каждому Бог Уделил Каждому Каждый В этом Псаре Имеет Меру Веры Мера От Бога Это Меры Достаточно Чтобы Ты Прошел То Что Иисус Говорит Он Сказал Петру Иди Чтобы Он Дошел До Иисуса Меры Веры Достаточно Она Ограничена Сомнением Неверием Какими-то Еще Препятствиями Пройти Сквозь Препятствия Пройти Сквозь Препятствия И Растени Эту Понимаешь Как Она должна Быть В оригинале Как Бог Ее Видит Эта Вера Приходит С неба Это Не Приходит От Того Что Ты Видишь Физическими Глазами Этот Мир Говорит Поводи Нельзя Ходить Этот Мир Говорит Кто Он Что Даже Буря Приказывает Что Даже Ветру Приказывает И Они Слушают Его Кто Он Такой Это Вера 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 В то Что На Небе Другие Законы Вера Вера В то Что На Земле Другие Законы Но Законы Неба Они Больше Законы Неба У них Больше Возможностей Законы Неба Они Приходят С неба Для того Чтобы Расширить Возможности Земные Аминь